Всем привет! Сегодня я расскажу вам о книге из серии Marvel официальная коллекция комиксов Человек-паук возвращения от Джея Майкла Строжински и Джуна Рамита Младшего. Книга была напечатана компанией Asset Коллекция при участии Панини, которые переводили эту книгу. Обложка книги глянцевая, твердый переплет. Вот. На боку книги есть корешок, на котором есть часть картины. И если вы соберете все 60 томов этой книги, этой коллекции, то вы сможете собрать целую картину. Сзади мы видим краткое содержание этой книги. И давайте же раскроем эту книгу. Вот. На развороте мы видим такой вот арты. И начало нашей книги. Сразу хочется сказать, что в Asset есть некоторые недоработки. Вот. Например, здесь есть ниточка, которая вылезла из переплета. Открываем страницу. Здесь нам рассказывается о людях, которые работали над этой книгой. И информация о русском издании. Так. Здесь мы видим рассказ Марко Лупоя, редакционного директора компании Панини в Европе, об этой книге. И на следующей странице у нас предыстория, предшествующая история этой книги. Что ж, начнем. Мне понравилось то, что после каждого комикса, из всей книги, есть обложка. Обложка того комикса, который выпускался с Силлом. Хочется заметить то, что есть некоторые недоработки в переводе. Например, здесь, вот в этой цитате написано. Привет, это Питер. Я все еще обустраиваюсь на новом месте. Так что, если я не на работе, то либо добиваю припитание, либо разбираю коробки. Немного кривой перевод. Не правда ли, да? Так вот, дальше. Что хочется сказать о страницах, то они глянцевые. И на некоторых страницах можно заметить то, что видны пиксели. Но это не мешает прочтению. Например, здесь как раз их можно увидеть. Но я бы не думаю, что на камере это прямо так видно. Вот наш комикс. Что касается сюжета, мне он понравился. И рисунок тоже очень даже хороший. Крови очень мало, я бы сказал, даже ее практически нет. И что мне понравилось больше всего, то, что после книги идут дополнительные материалы. Восхождение Человека-паука. Рассказ сценариста об этой книге. Художника. И галерея Человека-паука. И враги, которые отражают каких-то животных. Например, хамелеон, стервятник, док-трестный ног, ящер, скорпион, носорог, человек-волк, шакал, тарантул, черная кошка и пума. Здесь также описано их первое появление. И на следующей странице мы видим рекламу таких комиксов, которые сейчас продаются в России. На следующей странице мы видим наброски художника, который рисовал обложки к комиксам из этой серии. Джей Скотта Кэмпбелла. Здесь их четыре страницы. Так же заканчивается, как и начиналась книга. И хотелось бы еще рассказать о том, что в России уже издавалась эта книга. От издательства комикс. Размер такой же, как у этой книги. Немного официальная коллекция комиксов больше. Но это, в принципе, не имеет значения. Обложка такая же, а вот название уже другое. Здесь называется «Тайна суперспособностей». Тут «Возвращение». «Возвращение» — более правильный перевод. Что касается этой книги, здесь нет дополнительных материалов, а есть только досье на Человека-паука и комикс. Скорее всего, я сделаю на этот комикс тоже обзор в отдельном видео. К первому выпуску к Человеку-пауковому возвращению прилагался каталог-постер. Сейчас я вам его покажу. Вот он. Ну что ж, раскроем его. Тут мы на этих двух страницах видим досье на некоторых героев Марвел. И здесь мы уже видим комиксы, которые будут издаваться. Следующие три и этот в России. Так, здесь у нас описание некоторых деталей комиксов. И вот постер. Постер очень красивый. И вы его можете повесить на стену или доставить лежать на полочке. Это уже ваше дело. Он очень большой и красочный. И я думаю, вам понравится. Всем спасибо за внимание. С вами был комикс, панс. И это все. Пока.